Во-первых, это бесплатный доступ к сайту. Во-вторых, это не нужно скачивать никаких дополнительных программ. И третье, это сервис, который работает без всяких страшных окон, что у вас нарушена безопасность, вы можете пострадать от вирусов. Есть такое, часто встречается при переходе. И самое главное, что после того, как вы перешли на сайт, у вас есть не только картинка, но и работают все скрипты. То есть, вы можете запускать какие-то сервисы, проходить регистрацию и так далее. Теперь давайте перейдем к самим нашим сайтам. Итак, первый сайт это webanonimizer.org. Скажу сразу, в русскоязычном сегменте хороших анонимайзеров я не нашел. Но зато вот есть такой англоязычный проект. У него нет русификации, но вам ничего и не нужно здесь знать. Вот у нас есть строка, куда мы вставляем ссылку на наш сайт. Нажимаем на кнопочку «Browse» и мы переходим. Немножко подождали. И еще немножко. И так вот загрузился. Сейчас мы этот же эксперимент повторим на другом анонимайзере. Это анонимайзер в HoerNet. Что примечательно рассказать по этому сервису. Вот здесь мы можем выбрать, какой ввести наш сайт. Ввести любой. И вот здесь у нас есть несколько на выбор серверов. Возьмем Санкт-Петербург. Он, насколько я знаю, более надежный. Хочу отметить, что, к сожалению, лишь две трети этих серверов работают. По крайней мере, у меня точно. На этом, собственно, обзор все. Давайте перейдем. И я покажу вам еще одну маленькую вещь. И так, мы перешли. Причем, как мне кажется, даже быстрее, чем на предыдущем анонимайзере. Что я хотел бы сказать. Если вы впервые воспользуетесь этим анонимайзером, то вот эта табличка у вас будет висеть на весь экран. И это будет довольно неудобно. Видите, вот я пытаюсь посмотреть, и она мешает. Я сам не с первого раза догадался, но потом все-таки догадался. Нажимаем на скрыть, и табличка превращается вот в такой глазик.